всем привет всех с прошедшими новогодними праздниками сзади меня как всегда творится какой-то трэш я хочу сказать что не было возможности выкладывать видео из-за того что youtube наказал нас так за какой-то ролик за какое-то видео которое разместил мой сын старший теперь я очень-очень рада что я могу дальше размещать видео мы снимали все наши новогодние каникулы извините что я так выгляжу я еще и болею и мы снова с вами снова наши влоги будут выходить и сегодня выходит видео о том как мы провели 30 декабря как посмотрели новогодний питер по катались по разным булочкам и собирали киевские игрушки и дома проводили свое время мы очень старались для вас надеюсь что вам все понравится всем пока всем привет я совершенно без голоса и болею мы все-таки едем на дачу покажем вас вам сегодня природу январь разлив ленобласть до сих пор Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как всегда хорошо. Ой, кто-то... Да, что-то тут пакет. А, это я тогда пакет достала, чтобы отвезти на помойку, и значит, я его забыла. А какие-то вороны его раскидали. Ой-ой-ой. Да. Сейчас мы пойдем посмотрим, что в доме. Да. Сейчас мы будем наводить порядок на даче соседей наших тоже нету, но они иногда приходят в лего. Сейчас я поставлю свой огромный рюкзак. Зачем он мне нужен? И ни я не знаю, никто не знает. Но зачем-то ношу с собой рюкзак с едой и с термосом. Вот она наша дача. Малина была, да. Тут еще травка даже вообще не испортилась. Вот она, зелененькая. Какая была летом, такая и осталась. Это что? Да вот травка должна летом, ой, зимой, вся желтой стать. А тут вот мы и снег наблюдаем. Удивительно. Давай обойдем там. Вокруг дома обойдем. Давай, застегнись и обойдем. Так они приедут. Если бы вам было слышно пение птиц. ой, там наши гости. Гости, но не гости, наоборот. Мы ходили в гости. Это мы были их гостями. Тишина необыкновенная. Я не знаю, можно ли это передать. Что за птицы очень красиво поют? Мама, застегни меня. Сейчас, сейчас застегну тебя. Ой, блин. Вот и чайник. Вот и наша обновка чайник, которую мне папа подарил на Новый год. И... Нет, я тебе подарил. Ты подарил. И обновка, микроволновка, купленная на Авито. Да. Жизнь продолжается у нас. А это? Но тут очень сыро. Мама, это стокрасное. Огнетушитель вспомнил. Вспомнил. Это огнетушитель. Это правда. А, можно задержать? Пойдем мы гулять лучше, Даня. И... Это нажимаешь и... И тут весь огонь. Холодильник умер. Здесь очень сыро. Пойдем, Данька, гулять, а дом будет чуть-чуть сохнуть. Сверхи, дедам гулять. Не-не, около дома. Погуляем чуть-чуть около дома. А я заказываю плитам. Все помнишь. Все помнишь. Молодец. А зачем ты тут включилась вверх? Просто так. Ой, ну птички просто не оторваться, как поют красиво. Мама, давай тогда обойдем вокруг. Пошли обойдем вокруг. Пошли. Чем бы, как говорится, дитя не тешилось. Даня играет в лего, а я буду прибирать. Нет, нет, нет. Тю cooler. Я тебя заказываю... one-то убежал. Дитя не тешилось. Знаю, я туда с rains. Мама, подсajек чи коль�и. Вот тут выход! Мама птички. Городским людям это не понять. А это что, мама? Знак какой-то вроде бы. А это? Стоп, 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 стоп. Что-то я не очень много убрала, но уже вся устала. Ну, я как будто маленький принц. Маленький принц поубирал и доволен. Все подмела. Все плиты чистые. Мусор мы собрали. Даня тоже бросился подметать. Вот тут гору такую собрала. Упс. Упс. Да. Видимо, в нас погибли дворники. Лесенку всю подмела, но мне некуда было установить. Камеру не стала снимать. Горка Лего так и лежит. Руки мерзнут очень. Вот надо бы. Нам мешки для мусора. Еще вот здесь намела целую кучку. Вот сколько мусора. И видела людей. И тут еще чуть-чуть намела. Собственно, вот за полчаса одна компания прошла. Давай пойдем уже на дачу. На дачу пойдем. Ты там не замерз у меня? Нет. Не замерз. Не сидится нам в городе. Всех с Рождеством. Сегодня седьмое. Мы покушали картошечки с мясом. Она обалденная просто. Просто говядинка с картошкой. Беспроигрышный вариант. Викузька спит уже целый час. И сейчас мы выпьем горячего чая и пойдем к ней в машину. А у меня уже появился еще один план. Но я пока еще тебе его, Даня, не скажу. И вам не скажу. Нет. 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 Вот мы дошли до музея сарая Ленина. А вот эти редкие машинки проезжают. Подойдем, посмотрим на эту красоту. Ой, открытие ворота. Открытие ворота. Вот так наряжена касса сарая музея. А сам музей почему-то такой вот немножко запотевший. Мама, а почему какая-то дверь закрыта? Ну какая-то. Там же нет никого. Занятий нету. Занятия в субботу будут. А мы не ходили уже давно-давно. Да? А может быть и приедем. Ты хочешь Юлию Львовну найти? Давайте посмотрим красивые дождики какие. Уже темнеет немножко. О, а этот домик волонтеры. Волонтеры реставрировали летом. Красивый он прямо уже. Да мы тебя не бросили. Мы тут, Викуська. До сюда дошла цивилизация. А давай до озера дойдем, Викуська. На лед посмотрим. Вот наше озеро какое во льду все. Здесь плавали уточки, да? А здесь, кстати, стояла лодочка. Видишь, Даня, лодочки нету. Вика меня тянет куда? Куда же ты меня так тянешь-то? Какие-то свои дела у Вики, видимо. Ну, пошли, Вика-то голодная, наверное. А Данечка уговорил нас обойти вокруг домика кассы. Несмотря на то, что Вика хотела уходить. Ну, поднимись. Мы тебя подождем. Поднимись. Здесь постоим. Сейчас, конечно, Вика захочет. Опа! Вика помнит, что в вагончике было ам-ам. Ну что, очень высокие ступеньки, как твоя нога прямо. Ну, очень тебе туда хочется, наверное. Я боюсь тут. Почему ты боишься тут? А это, видимо, стол был пластмассовый. Ам-ам-ам. Нет, там нету ам-ам. Наверное, Вике домой надо. Ой, а тут озеро как красиво смотрится. Ну, все закрыто. Не надо туда ходить, а то провалимся. Красивая природа разлива. А почему тут закрыто? Место наших спектаклей, которые детки ставили сами, можете посмотреть в плейлисте, куда пойти с маленькими детьми. При музее Сарае по субботам проводились занятия. Мы все теплое время ходили на такие вот спектакли, которые без подготовки педагог ставила с маленькими детишками. Вот такие сосны высоченные. Залезь на эту лавку, залезь. Так надо попой сесть. Такая вот лавочка интересная. Дедушка Ленин грозно на нас смотрит. У наших соседей-то как красиво оказывается. А вот она, наша улица в разливе. Никого нету. Гуляют тихонько. Вон там мама с колясочкой. Вообще никого нету. Мы находимся 30 минут от Петербурга всего лишь. Ну здрасьте в гости. Мы ж не знакомы особенно-то. И нас никто не звал. Пойдемте в дом уже. Какая там буква, Вика? Какая? М. Запомнила с одного раза. Данечка, а где W? Где W? Покажи. Запомнил? Тут она такая розово-фиолетовая. Ты научил Вику с одного раза. Она все поняла. W розовая. Молодец. Ну вот, мы напились горячего. Переоделись. Посушили на обогреватель. Мокрое. Варежки в основном. Носочки. Идем дальше. У меня есть план. Мы сейчас кое-куда съездим, если все получится. Мы такие довольные, нагулявшиеся. Мне даже кажется, что Данечки мало. Да, Даня? Еще хочешь гулять? Да. И хочу кататься. И хочет гулять, и хочет на велосипеде, но что-то мне кажется, что мы не сможем с Викой без коляски и с Даней на велосипеде. Еще так не умеет далеко Вика ходить. Итак, я решила поехать в Кронштадт, потому что это очень близко, и сегодня очень теплая погода. Договорились с Даней, что, может, будем кататься на горке, может, нет. Может, просто поснимаем красоту, когда стемнеет, будет очень красиво там. Но... Даня уснул. Договорились, что плакать не будет, и разбужу через десять минут. Пока едем. Мы приехали в Кронштадт, это очень близко от Петербурга, буквально по дамбе минут семь, может быть, не больше. А от нашей дачи, от домика вот сейчас мы где-то меньше двадцати едем. В Кронштадте достопримечательностей мало. Здесь только можно погулять по набережной, посмотреть морской собор, площадь около морского собора. Больше, собственно, ничего тут интересного нет. Здесь мало мест для трудящихся, и поэтому большинство людей ездят в Петербург на работу. Соединяется Кронштадт с Питером с помощью маршруток и автобусов. Но ехать далеко довольно, может быть, минут сорок или час. Даже не знаю на автобусе как. Вот мы видим совершенно классические дома Кронштадта. Они, собственно, все в красном кирпиче. И, в общем, скоро мы окажемся уже в центре около морского собора. Парковка вообще вся переполнена. И встать негде. Я катаюсь вокруг. Данечка спит. Это морской собор. Вон она, красавица. Я решила объехать очень-очень большой круг. Сделать вокруг всех каналов и морского собора, чтобы подъехать к горке с другой стороны. Не знаю, сработает ли это хитрость, чтобы нам хоть как-то припарковаться. Тьма машин 7 января. Здесь мы видим парк около набережной. Собственно, вот центральный памятник. Кажется, Петру Первому. Хорошо, что знаю дорогу. Опять же, радуюсь, что мне не нужен навигатор. Спокойно ориентируюсь, хотя несколько лет здесь не ездила. А тут перед нами такой узкий мостик, который позволяет двигаться только в одну сторону. Ждем, стоим. Вот такой узенький, он прямо вот шириной в один автобусик. Интересный мостик. Да вообще по Кронштадту, конечно, надо гулять здесь по набережной, а не ездить. Здесь увидела красоту и сразу схватила телефончик. Вот так выглядит украшенный Кронштадт. Вот такая горка. Мы бежим на горку, если получит, то снять красиво. Это будет в отдельном совершенно видео. И ссылку я оставлю под этим видео. Всем приятного просмотра. А мы пойдем занимать очередь и попробуем прокатиться. В общем, мы полны впечатлений. Мы прокатились, Данька и Викуся уснули. Мы нашли парковку. Вообще все круто. Но снять красиво у меня не получилось. Все-таки Даню приходилось держать за руку. Там сильный ветер. И мы заняли огромнейшую очередь. Просто нереальную очередь. Сходили в машине, проверили Вику. Сходили в туалет. Вернулись. Очередь была на том же месте. Короче говоря, мы сделали вид, что мы дурачки. И пошли без очереди. И как будто бы искали какую-то женщину с коляской. На самом деле мы за ней действительно занимали очередь. Только очередь была очень далеко у собора. И мы спросили. В общем, прикинулись дурачками. Спросили, не было ли тут женщины с коляской, с большой компанией детей. Пока на нас сделали большие глаза, мы пролезли. Мы, собственно, спокойно прошли без очереди. И, в общем, нас обоих это устроило. У Дани ничуть совесть не дрогнула. И у меня тоже уважительная причина. Спит ребенок в машине. Вот. Поэтому мы прокатились. Даня хотел еще раз. Также без очереди. Но я ему говорила, что это уже чересчур. И мы побежали в машину. Дикуська до сих пор спит. Все хорошо. Едем обратно. Мы довольны. Мы приехали тем временем на Парнас. Сейчас 17.35. И детки у меня оба не спят. Я дала им по кусочку булочки. И вот мы уже доехали. Сейчас мы вполне... Я вполне довольна нашим расписанием. То есть Дикуська два раза, правда, поспала вместо одного. Но не страшно ей в садик не вставать. Данечку выровняем послезавтра. А так мы успели и на даче поковыряться в грязи. В смысле прибрать. А я тут заеду, Данечка. И увидеть потрясающе красивую горку. Вот. О ней отдельное видео. Всем пока. Сегодня вечером снимать не буду. Буду отдыхать. И немножечко будем с Темой монтировать предыдущие видеоролики от предыдущих дней. Скоро все они... Ну, точнее, сейчас уже, наверное, в прошедшем времени они уже вышли. А пока я сейчас еду, они еще будут впереди выходить. Немножечко. Сейчас сдвигаемся с задержкой по роликам. Но... Вот он наш парнас. Потом выровняемся и будем снова один ролик в день выпускать. Всем спасибо. Всем пока, кто был с нами в этот день. Кто побывал на даче, кто побывал на горке с нами в Кронштадте. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Делитесь с друзьями, кому было интересно. Следите за нашей жизнью в режиме реального времени. Смотрите, куда можно пойти с детишками. Всех люблю. Всех целую. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok